Органическая химия Органические вещества Это может быть одежда, стройматериал, мебель, пластмассовые изделия, пищевые продукты, в которых содержатся органические вещества, жиры, белки и углеводы. Это все органические вещества. На заре IX-X века органические вещества ученые делили на три группы. Вещества минерального царства, вещества растительного царства и вещества животного царства. В XVIII веке некоторые ученые считали, что вещества, которые содержатся в растительных и животных организмах, могут образовываться только из живых организмов благодаря некой жизненной силе. Такое учение называлось «витализм» от латинского слова «vita» — «жизнь». Ученых называли виталистами. Это учение продержалось около 100 лет, до XIX века. В начале XIX века ученые начали синтезировать органические вещества из неорганических. Так получили синтезом из неорганических веществ мочевину, щавелевую кислоту, уксусную кислоту, сахаристые вещества и этиловый спирт. Это опровергнуло учение виталистов. С этого момента начинается история органической химии как науки. Итак, органическая химия — это химия, изучающая органические соединения. Само понятие «органические соединения» и «органическая химия» ввел в начале XIX века ученый Берцелиус. Так что же такое органические вещества и чем они отличаются от неорганических? Особенность органических веществ заключается в том, что они в первую очередь содержат углерод. Вы, конечно, скажете, что в неорганической химии мы изучали соединение углерода. Конечно, в природе существует аллотропная модификация углерода. Вы их знаете. Вы знакомы с оксидами углерода, угарным газом, углекислым газом. Вы знаете угольную кислоту, ее соль, карбонаты, а также карбиды. Это все неорганические вещества. Но все остальные соединения углерода относятся к органической химии. Следующей особенностью органических веществ является то, что они горят и разлагаются с образованием углесодержащих продуктов. Многие органические соединения имеют большую молекулярную массу. Такие соединения, как белки, аминокислоты, нуклеиновые кислоты. В отличие от неорганических веществ, они имеют большую молекулярную массу. Следующей особенностью органических веществ является то, что они имеют молекулярное строение, а отсюда низкие температуры плавления и кипения. Но и, наверное, самая большая особенность, благодаря которой органические соединения изучаются отдельно, это их многообразие. Представьте, что на сегодняшний день неорганических веществ известно порядка 700 тысяч видов. Эти вещества включают в себя элементы всей периодической системы. А органических веществ на сегодняшний день открыто более 20 миллионов. Представляете, какая разница? 20 миллионов и порядка 600-700 тысяч. Почему же такое многообразие органических веществ? Давайте с вами обратимся к основному участнику строения органических веществ. Это атома углерода. Давайте с вами вспомним. Атом углерода находится в периодической системе в 4-й или 14-й группе. На последнем энергетическом уровне у него находятся 4 валентных электрона. То есть атом углерода может образовывать 4 валентности. Если мы каждую валентность обозначим черточкой, у нас получится вот такая структура атома углерода с 4 валентностями. В органической химии углерод только 4-х валентин. Кроме углерода в соединение органической химии входят водород, кислород, азот и некоторые другие элементы. Но их не так много, как в неорганической химии. Следующей особенностью является то, что атомы углерода могут соединяться друг с другом, образуя цепи. Цепи бывают разного вида. Посмотрите, если атомы углерода соединяются между собой в линию, то образуется простая раскрытая цепь, неразветвленная. Если атомы углерода соединяются не только в одну линию, но еще могут присоединять различные разветвления, то это будет уже разветвленная цепь, незамкнутая цепь углеродного скелета. Также углероды могут образовывать замкнутые цепи, которые называются циклами. Вот посмотрите, разный характер углеродных цепей. Это незамкнутая цепь, простая, линейная. Это незамкнутая, но разветвленная и циклическая. Следующей особенностью органических соединений является то, что атомы углерода в углеродной цепи могут между собой образовывать не одну связь, а несколько. Посмотрите, может быть одна связь между атомами углерода, может быть две связи и может быть три связи. Они называются одинарная, двойная и тройная. Все связи ковалентные. Если мы к каждой валентной связи допишем атомы водорода или другие атомы, мы получим структурную формулу. Вообще следует сказать, что в органической химии используется несколько формул. Например, молекулярная формула, или она называется брутоформула, посмотрите, вот в таком виде она записывается. Что может показать эта формула? Она дает информацию только о составе вещества, качественном и количественном. То есть в данном случае мы можем сказать, что эта молекула органического вещества состоит из четырех атомов углерода и десяти атомов водорода. Если мы распишем все валентности и укажем на каждую валентность, какой атом приходится, то мы получим с вами структурную формулу. Структурная формула показывает последовательность соединения атомов в молекуле органического соединения. Посмотрите, структурная формула бывает полная, если мы распишем все валентности, и сокращенная или полуструктурная формула. Мы с вами будем пользоваться полуструктурными формулами, потому что они более удобны для записи. Самое главное в этой формуле помнить, что атом углерода четырехвалентный, и, следовательно, одна валентность или сколько, две или три валентности приходится на углеродную цепь, а остальные будут приходиться на атомы водорода. Вот так выглядят структурные формулы, сокращенные для некоторых углеводородов с разной связью. К слову сказать, что двойная или тройная связь, она называется кратная связь. Посмотрите, вот первое вещество. Здесь все связи в углеродной цепи одинарные. В этом соединении есть двойная связь между атомами углерода, и в этом соединении есть тройная связь между атомами углерода. Во всех соединениях атом углерода четырехвалентный. Давайте с вами попробуем составить структурные формулы для вещества С5H12. Что мы с вами можем сделать? В первую очередь мы можем с вами написать все пять атомов углерода в одну цепь линейную. Тогда мы получим вот такую структурную формулу. Пять атомов углерода в одной цепи, связи между атомами углерода одинарные, на оставшиеся валентности приходится водород. Какую следующую формулу мы можем сделать? Например, мы можем оставить в линейной строчке четыре атома углерода, а пятый дописать разветвление. Тогда мы получим с вами вот такую формулу с разветвленной, не замкнутой цепью. И третий вариант, который может существовать. Мы можем оставить три атома углерода в цепи и два поставить в разветвление. Обратите внимание, что во всех трех формулах имеется пять атомов углерода и 12 атомов водорода. То есть все три вещества имеют одинаковый качественный и количественный состав. Это еще одна особенность органических веществ. Органические вещества могут образовывать разные соединения, которые имеют одинаковый количественный и качественный состав, но отличаться по своему строению. Такие вещества называются изомерами. Явление существования таких соединений называется изомерия. Изомерия характерна только для органических веществ. Давайте с вами попробуем сделать упражнение вот такого плана. Посмотрите, здесь 6 формул. Сколько разных веществ записано на доске? Давайте разберем с вами. Первая формула содержит 2 атома углерода и 6 атомов водорода. Это одно вещество. Вторая формула содержит 3 атома углерода. Это уже другое вещество. Третья формула содержит 2 атома углерода, похожие на первую, но имеет кратную связь. Значит, это тоже другое вещество. Четвертая формула имеет 4 атома углерода и разветвленную незамкнутую цепь. Это четвертое вещество. Пятое имеет 4 атома углерода, похожие на четвертую, но структура молекулы, линейное, разветвлений нет. Значит, это будет пятое соединение. И шестая формула – 4 атома углерода, тоже составленные, написанные в линию. Но это уже точно такое же вещество, как и пятое. Следовательно, у нас на картинке с вами 5 различных веществ. Итак, давайте подведем итог. Органические соединения. Что это за соединения? Это, в первую очередь, соединения углерода. Они горят и легко разрушаются при нагревании. Они содержат последовательность атомов углерода, соединенные в цепи или циклы. И среди органических соединений хорошо распространено явление и замерение. Надеюсь, что сегодняшнюю тему вы все поняли. И поэтому ваше задание будет заключаться в том, что для молекулярной формулы С6Н14 необходимо составить различные структурные формулы и замеров. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо. До свидания.